Приближается начало второй волны паводка. На борьбу с талой водой брошены все силы. Отметим, что готовиться к паводкам в регионе начали еще с ноября. Это позволило правильно определить регионы, которые первыми будут подвержены негативному воздействию паводка. Однако в селе Приречное Зерендинского района есть опасения подтопления моста. Смотрите в материале о Герембегеновой. Ситуация с паводками в области контролируется. Однако в Зерендинском районе угроза прихода талых вод существует. Пару дней назад в связи с резким потеплением сельчане ощутили на себе природное явление. С помощью местного акимата и собственных сил справились с приходом воды. Чтобы избежать затопления дома, использовано около 10 мешков инертных материалов. Через эту трубу идет вода каждый год. Трактором прочищаем все. На том мосту вода поднимается. Один-два дня надо подождать, потом уходит. Нужно отметить, что затопление дороги явление ежегодное. На сегодня еще не до конца растаял весь снег. Поэтому исполнительные органы дежурят на участке каждодневно. В 2019 году на один метр были подняты трубы, чтобы вода могла спокойно проходить. Там впереди у нас мост один. И вот здесь лежат 11 дренажных труб. Все трубы работают. Ситуация под контролем. Вот здесь немножко метров 30 был перелив. Сейчас вода спала. Со стороны Троицка идет тоже вода. Корсак, Ермаковка, водопад. Поэтому все это здесь скапливается и проходит через эти трубы, через наш мост. В целом по области уже вывезено более полутора миллионов кубов снега. Заготовлено 900 мешков с инертным материалом и откачано более 115 тысяч кубов талых вод. Для их предупреждения на территории региона проведены взрывные работы по ослаблению ледового покрытия на 15 паводкоопасных участках рек. Агерим Бегенова, Павел Соловьев, Алмаз Адвокасов, Кохщик Парад. Павел Соловьев, Алмаз Адвокасов, Кохщик Парад.